Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Вначале расскажем о погоде. Доброе утро. Западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-6, днем 11-13 градусов тепла. Около 30 войлочных ковров, выполненных как в традиционном карачаево-балкарском стиле, так и в современном варианте, могут увидеть посетители музея Рум-Кала в селе Учкикен. Авторы работ – семья художников Узденовых из Кисловодска. Приурочили экспозицию памяти карачаевского просветителя Ислама Крымшамхалова. На открытии выставки побывала шерифат Лепшокова. Свои войлочные работы Амина Марина Узденова не раз выставляли в крупных музеях страны и за рубежом. Но по признанию художника, экспозиция в стенах родного музея в Учкикене вызывает особенное чувство. Оценивать работы мастеров будут местные жители, знающие о войлочном искусстве не понаслышке. Еще недавно в каждом карачаевском доме можно было увидеть ковер, выполненный руками старшей роты – бабушки. В XIX веке войлок выполнял не только декоративную, но и практическую функцию. Им утепляли дома, покрывали столы и диваны. А в XXI веке это искусство оказалось на грани исчезновения. Художники Амина Марина Узденова по крупицам собирали узоры, выезжали в отдаленные старинные карачаевские и балкарские аулы. Так они вернули народу практически утраченные рисунки. При изготовлении традиционного войлочного ковра необходимо скрупулезно соблюдать все правила технологии, говорит Амин Узденов. Работа в современном стиле позволяет быть менее консервативным. Дипломную работу защищал по живописи. И все время через перевал в Карачаевск мы каждую неделю наблюдали этот брус. И это у нас в душе всегда было. И всегда я на своих коврах где-то 50 цветов, этими 50 цветами шерсти, работаю как художник, живописец, своими красками. Художники создают свои волшебные ковры Киизы и приглашают всех в свой мир, в котором переплетается прошлое и настоящее. Так, работая над этим ковром, мастера вдохновлялись древними коптскими узорами. Просмотрев эту книгу, мы с ней, с супругой, эту работу где-то год в основном что не получилось, чтобы вокруг ковра обрамление не могли поймать, чтобы сочеталось с серединой. Это было самое долгое и самое мучительное. Проработав только один год, только потом взялись его сделать. И где-то 2-3 недели только мы его сделали. Очень аккуратно, каждый кусочек вымеряли. Амин и Марин Узденовы не раз становились победителями различных конкурсов. За уникальные успехи в деле возрождения семейного творчества и традиционного прикладного искусства. Недавно они были награждены престижной региональной медалью выдающегося карачаевского художника и просветителя Ислам Крымшамхалова. Амин Узденов увлечен не только войлоком. В его доме хранятся предметы быта карачаевцев. Это арба 1936 года выпуска с колесами, с сохранившейся надписью, что они турецкого производства. А совсем недавно житель станицы Староживой, животновод Рамазан Чучаев, передал в дар арбу для валов, сделанную собственными руками. Раньше эти животные были нередки в хозяйстве карачаевцев. Рамазан Чучаев и сейчас поддерживает эту традицию. Благодаря ему коллекция Амина Узденова пополнилась еще одним экспонатом. Шереват Левшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Карачаевская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 «Золотой». 585 «Золотой» – дарите эмоции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова